Валерий Седов Настоящий скандал назревает на улице Новаторов. Жильцы близлежащих домов выступают категорически против возведения новых многоэтажек. Местечковый и Комсомольский парк пытались застроить еще в далеком 2012 году. Тогда зеленую зону удалось отстоять. Сейчас, спустя 10 лет, глаз на землю положил новый застройщик. Вот у них план застройки. Это идет их граница. Вот то, что черными пунктирами, это их территория. Вот. Это дома будут стоять прямо на границе к парку. А вот эта страна, где касаясь сейчас, мы стоим, дорожка. Но они почему-то же, видите, красные, вошли на территорию парка. Вот здесь муниципальная земля. Они перешли границы красных линий. На самом деле, те самые красные линии застройщик уже переходил 10 лет назад. Но тогда народного гнева ему удалось избежать. В этот раз с категоричным нет, согласны практически все жильцы округи. Вот на этом небольшом пятачке, всего 45,5 соток, как рассчитывают строители, разместятся два жилых дома. Местные уже успели обозвать их небоскребами. Каждым больше 20 этажей. И эти две многоэтажки, и теннисные корты, и спортплощадку, и детскую площадку, северная компания намерена разместить на 45 сотках земли. Причем безапелляционно. Как можно устроить, благоустроить придомовую территорию и поставить два дома на такой маленькой площадке? И теперь под видом благоустройства парка, как бы он обещал властям нашим, он будет благоустроить нам парк. Под этим предлогом он расширяет свою придомовую территорию. Теннисный корт там и все поставить. Нам этого не надо. Вы как, согласны? Нужна нам его помощь? Нет. Строительство уже началось с нарушений, говорят жители. То на забор не установят козырек, то застройщик опиливает деревья на муниципальной зоне. И это только часть местечковых претензий. В документации указано участок 45 соток. При данном строительстве, это 442 квартиры, они во много раз превышают такой параметр, как плотность застройки. Местные жители предполагают, что спортплощадки на придомовой территории попросту не поместятся, а значит, их, похоже, построят прямо в Комсомольском парке. На зеленой зоне, которую жители отстаивали уже не раз. Да и плюс ко всему новый жилой комплекс Тринити, так застройщик назвал два дома и территорию вокруг, строят на месте бывшей крупной парковки. Пока была стоянка, у нас дворы достаточно были свободны. Буквально у стоянки не стало. Уже вот сейчас рабочее время, вечером, вот эта вся новая дорога заставлена в два ряда. Заставлены все дворы. Сейчас жители буквально дерутся за парковочные места. Особо наглые оставляют записки под дворниками соседей. Даже шины пару раз прокалывали. А когда два новых дома построят, мол, парковочные войны только усилятся. Ведь это прибавит как минимум 300 новых автомобилей, которые ставить точно некуда. Мы вот когда просчитали, что будет 442 квартиры, а перемножьте это на детей, и что у нас получается? Картина неприглядная. Детский сад им надо отдельно строить. Причем на 11 групп, в группе по 30 человек. И они еще не все уместятся. А теперь им столько же надо будет 11 классов, по 30 человек разместить в наши школы. А у нас нет такой возможности. Местные жители стараются отстоять зеленую зону. Уже собрали больше 800 подписей. Записались на прием к губернатору и к мэру. Проблема только в том, что график у чиновников расписан чуть ли не на весь год. Поэтому ответ «Ждите» активистов не устраивает. Они уже отправили запрос в прокуратуру. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И все-таки беспилотник. О вчерашних взрывах в Энгельсе и Рязанском мы говорили с осторожностью. Рассчитывали дождаться официальных комментариев от Минобороны. И сегодня они появились. Кроме того, ЧП прокомментировал и губернатор Рязанской области. Взрывы в Энгельсе и Дягилево не были случайными. Это атака украинских беспилотников. Четкая формулировка Минобороны сомнений не оставляет. Террористический удар был преднамеренным. Киевским режимом в целях выведения и строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам Дягилева в Рязанской области и Энгельс Саратовской области. Средствами противовоздушной обороны ВКС России, летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены. В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Спустя сутки после террористической атаки враждебный ресурс Максар выложил спутниковые снимки, предположительно с места удара, на аэродроме Дягилева. Отчетливо видно, что взрыв пришелся на хвостовую часть самолета. Возможно, в тот самый момент, когда его заправлял топливозаправщик. Губернатор Рязанской области Павел Малков сегодня на правительстве прокомментировал произошедшее. Произошло ЧП на военном аэродроме. Минобороны и соответствующие структуры сейчас ведут всю необходимую работу. Гражданские объекты, гражданское население не пострадали. Если потребуется какая-то помощь, мы все должны ее оказать. Прошу отнестись внимательно. Серью атак украинского режима сегодня продолжили две попытки подрыва в Курске и Севастополе. И если на крымский аэродром Бельбек атака захлебнулась, дрон был сбит еще на подлете, то в Курской области БПЛА врезался в нефтехранилище. Кадры с пожаром уже есть в сети. Комментарий Павла Малкова по взрыву в Дягилево предварял основную повестку заседания правительства. И вот на нем позитивных новостей было намного больше. Речь идет о дополнительных деньгах для региона. Подробности далее. Рязанская область получит следствия на закупку 10 новых троллейбусов. С этой приятной новости Павел Малков начал основную повестку заседания правительства. Распоряжение о дополнительном транше уже подписано премьером Михаилом Мишустиным. Министерство транспорта области, администрацию города. Я прошу организовать оперативную закупку и оформление техники. Мы должны получить троллейбусы до конца года. Это обязательно. У нас и в целом парк машин продолжит обновляться. Вот на прошлой неделе мы передали 15 машин скорой медицинской помощи для районов больниц. До конца года получим еще несколько партий разных машин. Школьные автобусы, скорая, коммунальная техника. Арсен Анатольевич, вас прошу продолжить курировать эту работу. Еще одни федеральные деньги получит региональный Минкульт. Изначально их рассчитывали потратить только на капремонт Скопинского краеведческого музея. Но в Москве поддержали финансово и расширенную заявку. Заявка региона на капитальный ремонт четырех муниципальных музеев в Скопине, Михайловском, Ряжском и Сасовском районах Минкультура России поддержана в полном объеме. И на этой цели предусмотрено 109,8 миллионов рублей с федерального бюджета, в том числе на капремонт Скопинского краеведческого музея 13,9 миллионов рублей. Общий объем финансирования с учетом областного и местного составляет 15,9 миллионов рублей. Изменения у себя в городе хотят видеть и рязанцы. Вопрос с расширением проезжей части на улице Зубковой у Ледового дворца отложен на следующий год, хотя губернатор назвал этот вопрос приоритетным. А вот с непонятно откуда взявшимся слухом о закрытии автобусного маршрута номер 33 разобрались на месте. Планов по закрытию 33 маршрута нет. Вместе с тем в ближайшее время начнется обсуждение. Транспортные модели, соответствующие поручения выдавали и в деталях расскажем и покажем жителям, как будет организовано транспортное сообщение в этом районе. Павел Малков анонсировал новые подходы к оценке работы управляющих компаний и заранее предупредил, кто будет игнорировать интересы жителей с рынка. Уйдет. Со злым умыслом прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу по статье «Хищение чужого имущества». Подробности в нашем следующем материале. 55-летнего механизатора из Александра Невского внезапно потянуло на хищение. И прикарманить он решил не абы что, а дизельное топливо сверенного ему трактора. Следствие установило, что за мужчиной был закреплен трактор «Беларус», на котором подозреваемый выполнял различные работы. С целью наживы подсудимый, начиная с января по август 2022 года, почти каждый день сливал с трактора небольшое количество дизельного топлива, не догадываясь о том, что грамотным руководителем хозяйства в его баке был установлен специальный датчик контроля расхода топлива. За весь период подсудимый похитил почти 900 литров дизельного топлива, причинив ущерб предприятию на общую сумму 36 тысяч рублей. Обвиняемый свою вину признал и раскаялся. С учетом этого, а также наличие смягчающих обстоятельств, таких как возмещение вреда и наличие на иждивение у мужчины малолетнего ребенка, суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил. И в продолжение темы. Областная прокуратура завела 7 дел по махинациям с закупками детского питания в Ермишинском районе. Как сообщает пресс-служба надзорного органа, правила нарушали главы 6 образовательных учреждений. Чтобы избежать конкуренции, они постоянно заключали договоры на поставку продуктов питания для обучающихся у одного единственного поставщика. При этом сама цена на продукты была намеренно завышена. А это уже нарушение не только антимонопольного законодательства. Прокуратура района возбудила в отношении 7 руководителей образовательных организаций и поставщика административные производства. По части 4 заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, а в отношении начальника отдела образования района по части 7 той же статьи. По результатам их рассмотрению ФАС оштрафовал должностные лица. Сегодня в Рязани компания «Нико Аэрозоль» запустила первую линию по производству туристических газовых баллонов. Символическую кнопку старта нажали губернатор Рязанской области Павел Малков и руководитель предприятия Никита Овчаров. О том, насколько масштабны планы компании, расскажем далее. Символический старт дан. Новая линия по производству туристических газовых баллонов запущена. Но это всего лишь первый этап масштабного инвестиционного проекта на Рязанской земле. Вот таких аэрозолей в год здесь будут производить до 24 миллионов штук. Причем речь идет не только о газе, но и о бытовой химии. А еще в ангаре по соседству инвестор обустроит производство пьезозажигалок. С инвестором договорились на Петербургском экономическом форуме. Откладывать дело в долгий ящик производственник не стал. В наше время самое главное это скорость. И скорость со стороны правительства, общественное самозаправление по принятию решений о согласовании всех необходимых документов. И скорость со стороны инвестора, который не стал ждать запуска полного строительства и запуска всего предприятия, запустила отдельную линию для того, чтобы начинать работать уже сейчас. Вот сзади у нас находится аэрозольная линия, которая сегодня была запущена, которая позволяет производить достаточно широкую инфраструктуру продукции. Объем вложенных инвестиций на этом этапе 160 миллионов рублей, плюс 30 новых рабочих мест. На втором этапе дополнительные производственные мощности появятся и на территории Рязанского технопарка. Стартовали, как говорится, с места в карьер, но по словам генерального директора компании, по-другому и быть не могло. У нас был выбор простой. Мы обратились в корпорацию развития разных областей. И здесь корпорация развития оказалась самой активной. Особенно их молодые сотрудники. Поэтому за счет хорошего отношения к нам и помощи во всех вопросах мы выбрали эту землю. Мы сейчас уже начинаем деятельность, чтобы генерить обороты и выручку. Мы уже получили все документы в территории технопарка. И после Нового года у нас утверждение плана и выбор застройщика. И будем строить поэтапно. Общий объем инвестиций в производство баллонов и зажигалок почти 2 миллиарда рублей и 150 новых рабочих мест. Это после выхода проекта на, так сказать, крейсерскую скорость. И, кстати, практически все комплектующие на производстве российские. Эту нишу зарубежным компаниям уже вряд ли занять. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова